Девятый урок. Работа моментов. Определение минимального опрокидывающего момента. Для начала освежим понятие момента. Со школы знаем, что момент – это произведение силы на плечо. За силу в ТУС выступает водоизмещение судна, по большому счету. А вот плечи, в зависимости от поставленной задачи, бывают как вертикальные, так и горизонтальные. Для чего осточивость подразделяется на статическую и динамическую. Из-за поведения судна под действием этих нагрузок. Статический – это постоянный или нарастающий медленно момент. Действие буксира. Динамический – момент, нарастающий стремительно и появляющийся внезапно. Шквал ветра. Статика и динамика при одинаковом силовом воздействии будет разниться характером этой нагрузки по времени. Быстро или медленно. Принято считать нагрузку динамической, если время нарастания этого момента до своей максимальной величины на порядок, то есть в 10 раз быстрее, чем время наклона судна на борт в свободном колебании, то есть период качки делится на 4. Как изображается график кренящего момента на ДСО? В разных источниках это либо прямая линия, либо чуть затухающая кривая. И то и другое обозначение верно. Кривая показывает, что величина кренящего момента с возрастанием крена немного уменьшается. Если момент не изменен, то график прямая линия. Для удобства практических расчетов чаще всего используют упрощенный вариант, прямую линию. Я ее и оставляю. Кстати сказать, что по обеим графикам невозможно сказать, какой это момент, статический или динамический. Только величину момента или его плече. Для продолжения демонстрации я оставляю этот же кренящий момент. Нам пока не важна его величина. Площадь под прямой, ограниченной ДСО, это работа кренящего момента, по накренению судна и маркирована красным. Напомню, что площадь под вашей кривой ДСО, это работа восстанавливающего момента, маркирована синим. На какой угол накренется судно при динамической нагрузке, шквал ветра? Это можно определить из условий равенства работы кренящего и восстанавливающего момента. Надо провести вертикальную кривую так, чтобы отсекаемая площадь ДСО, синяя, работа восстанавливающая, и площадь прямоугольника, красная, работа кренящая, была равны. Самая темная площадь, серо-буро-малиновая, общая с этими фигурами, поэтому из прикидки может быть исключена. В остатке два треугольника, красный и синий. Если площади этих треугольников равны, то равны и работы этих моментов. Это правило равенства треугольников для ДСО, стоит уяснить и запомнить. Судно под динамической нагрузкой, резким порывом, накренется на угол, отекаемый вертикальной прямой. Здесь тетадинамический, 29 градусов. Порыв прошел, и ветер дует с одинаковой силой, равной величине момента. Или нагрузка наросла медленно и не меняется, то судно будет иметь постоянный статический крен, около 14 градусов. Из демонстрации видно, что при одной и той же величине момента, угол динамического крена в два раза больше статического. Мы уже знаем, что площадь под ДСО это запас остойчивости, или потенциал работы восстанавливающего момента, графиком которой является ДДО. То есть запас не просто остойчивости, а динамической. Часть этой площади, работы, съел кренищий момент. А вот оставшийся сегмент справа, есть запас динамической остойчивости, потенциал работы восстанавливающего момента. Проиграем эту ситуацию в динамике. Под внезапным шквалом судно резко кренится на правый борт, до 29 градусов. Восстанавливающий момент просто не успевает по времени за кренищим, в силу законов инерции. На отметке 29 градусов М-восстанавливающая догоняет и перегоняет М-кренящая, и уже больше последнего, поэтому быстро спрямляет судно. По тем же законам инерции судно промахивается точки равновесия моментов. Далее затухающие колебания, и судно успокаивается на статическом крене в 14 градусов. Когда уравняются моменты, М-кренящая будет равно М-восстанавливающая. Вывод прост и очевиден. Динамическая нагрузка в два раза сильнее статической, а значит в два раза опаснее. В этой задаче мы по заданному кренящему моменту нашли углы динамического и статического кренов. При обратной задаче нахождения кренящего момента сначала задается угол динамического крена. Затем положением вертикальной прямой, по правилу равенства площадей, находится кренящий момент. Насколько же хватит запаса нашей динамической устойчивости, зависит от величины оставшегося сегмента ДСО. То есть дополнительной работе, которую восстанавливающий момент может противопоставить кренящему. Для этого анализа я буду увеличивать кренящий момент, соблюдая правила равенства площадей. Понаблюдаем за увеличением площадей и ростом динамического крена. Когда тета динамический достигнет максимума ДСО угла 50 градусов. Это еще не трагедия. Как видно из анимации, у нас еще есть запас площади справа, а значит запас остойчивости на динамику. Но это повод насторожиться, так как любое дальнейшее динамическое накренение будет находиться на нисходящей ветви диаграммы, а значит вы близки к опасности. Поэтому при нахождении критерий погоды, я забегаю немного вперед. Этот опасный сектор вообще исключают из запаса остойчивости, что и вам советую. Когда закончится запас динамической остойчивости? Ответ очевиден, когда сравняются площади кренящего и восстанавливающего моментов. Кренящий момент достиг значения минимального прокидывающего, а динамический угол крена максимума 72 градусов. Рассчитаем минимальный прокидывающий момент. Если ось Z рассчитана в моментах, то значение просто снимается измерителем. Если же в плечах, то сначала снимается плечо момента, L опрокидывающий. Момент же равен произведению силы на плечо, где за силу подразумевается ваше текущее массовое водоизмещение. Мое равно 3212 метрические тонны. При снятии величин следуем золотому правилу. Считаем себя ближе к опасности. Опрокидывающее плечо округляем в сторону уменьшения, тем самым чуть увеличиваем площадь запаса динамики. В итоге мы получаем чуть заниженный минимальный опрокидывающий момент. Другими словами, немного ошибаемся в безопасную сторону. Мой минимальный опрокидывающий момент равен 1317 тонн на метров. Тетодинамический 72 градуса – это немыслимый крем на практике. У нас давно уже вышла левая скула из воды, и сила B движется обратно, влево. Но именно так определяется минимальный опрокидывающий момент. Любое превышение M-кренящая на M-восстанавливающая приведет к опрокидыванию. А если M-кренящий ослабнет, то есть будет меньше M-восстанавливающая, то M-восстанавливающий справится с динамическим накренением, и судно выровняется через затухающие колебания, пока не успокоится со статическим креном приблизительно пятостатической 27 градусов. Найден и рассчитан минимальный опрокидывающий момент для судна в этой загрузке. Здесь следует оговориться, шквал воздействовал на судно с нулевым креном, то есть был найден минимальный опрокидывающий момент с прямого положения. В кодексе ОНС – остойчивости неповрежденных судов, а значит их в правилах Морского регистра России, ужесточены меры контроля за остойчивостью судна. И расчет минимальных критериев осуществляется с худшего положения, когда судно накренено в сторону воздействия динамической нагрузки. Почему этот вариант считается наихудшим, разберем позднее. ДСО порадовало нас простотой обращения. Посмотрим, как те же задачи решаются на ДДО. Для начала продемонстрируем график работы опрокидывающего момента. Это наклонная прямая с угловым коэффициентом, равным кренящему моменту или его плечу. При работе с ДДО без дополнительных построений не обойтись. Поэтому 1. На оси абсцисс откладывается отрезок в один радиан. 2. На конце одного радиана перпендикулярно откладываются рассчитанные ранее М-кренящие. 3. Из начала координат проводится наклонная прямая к концу М-кренящих. Это график работы этого момента. 4. Точка пересечения кривой ДДО и наклонной прямой есть угол динамического крена на оси абсцисс для этого кренящего момента. Обратная задача нахождения М-кренящего по динамическому углу крена решается в обратном порядке. 1. По известному тетадинамическому наносится точка пересечения кривой ДДО с графиком работы наклонной линии. 2. Из начала координат через эту точку проводится наклонная прямая. 3. На отрезке в один радиан снимается значение М-кренящая. Проиграю в динамике зависимость кренящего момента от динамического угла крена. При увеличении кренящего момента увеличивается угловой коэффициент графика работы и прямая поднимается. Очевидно, что максимальное значение кренящий момент достигнет тогда, когда прямая станет касательной к ДДО. И кренящий момент переходит в разряд минимального опрокидывающего. Для стартапа с прямого положения. Точка K остановилась на максимальном тетадинамическом 72 градуса. Найдена методика нахождения М-опрокидывающего для ДДО. Это ордината точки касания ДДО. Прямой работы динамического момента. Резюме. 1. Динамическая нагрузка в два раза опаснее статическая. 2. Методичка нахождения М-кренящая. Углов крена тетадинамическая и тетастатическая, как и минимального опрокидывающего момента, опирается на правило равенства площадей. Равенство треугольников. То есть работ кренящего и восстанавливающего моментов. 2. Решение этих задач проще при работе с ДСО. А точность достаточно. 3. Кодексом ОНС и регистром методика нахождения площадей ужесточена и заложена в расчете критерия погоды. Об этом далее. Удачи! Продолжение следует...